Знакомьтесь, друзья, это наши бывшие зрители, теперь друзья, они и сейчас ищутся зрители. И мы приехали, потому что они нам написали, что они в этом городе, мы решили сюда тоже заглянуть. Вот, Маша, Саша, вы в нашей жизни появились в том сезоне в Гуа, да? Два года назад. А, два года назад. Как быстро летит время. Вообще, да, да. Помните, вы все давно-давно путешествуете, да, вы жили в Албании. Да, мы проездили, мы начали свое путешествие почти три года назад, вот скоро будет ровно три года, в 21 году еще. И мы проездили все Балканы, мы жили в Албании, мы жили в Сербии. Потом мы приехали в Индию и, собственно, познакомились с Ирой и Сашей в Гуа. Потом Шри-Ланка, Таиланд и вот мы здесь. И сколько вы здесь уже? Год, вот год будет скоро в октябре. В Дананге все время живете, да? Да, да, но мы ездили немножко, поездили по Вьетнаму чуть-чуть. Мы с Варюшей, с моей дочкой ездили в Ничанг как раз, и на пару дней по делам. Не очень, если честно, понравилось. Правда? Да, Дананг вам больше понравилось, да? Да, но здесь есть такое разделение. Я перед тем, как переехать, я посмотрел очень плотно, изучил вообще, где можно жить в каких местах, в каких городах в Вьетнаме. Вот, и по разным критериям мы, собственно, выбрали Дананг. Здесь больше сервисов, здесь международный аэропорт, откуда можно в любую точку Юго-Восточной Азии фактически слетать за плюс-минус 50 с небольшим долларов. И, ну, в целом, здесь очень приятное комьюнити, сам город очень красивый. То есть здесь много очень... В основном, изначально здесь больше всего отдыхало корейцев и японцев. Поэтому здесь, вот мы сейчас будем проходить мимо очень много корейский спа, корейский массаж. Рекомендуя вот здесь прямо на соседней улице, я вам сейчас покажу, магазины корейские, японские рестораны. Здесь вот этот, вот эта часть района, это весь, в принципе, район, в котором мы находимся, он полностью экспатский, называется Ми-Ан. И он, здесь есть под район, в котором мы находимся, он здесь заселяется японцы и корейцы. В том числе здесь, рядом с вами, есть офигительный спа-центр корейский. Мы будем показывать вам сейчас корейский спа-центр, корейский массаж. А с какой стороны моря, мы еще не поняли. Корейский. Далеко? Буквально 150 метров, а мы сейчас туда и пойдем. Давайте. А русская комьюнити тут большое, да, тоже? Оно буквально наросло за последний год. То есть с условной сотней человек еще в прошлом году, да, которые здесь постоянно живут, наросло еще достаточно много людей за последний год. То есть много приехало из ГО, того же самого, да, из визовой политики. Много приезжает из Таиланда, из... Я говорю про тех, кто постоянно живут в Юго-Восточной Азии. Из того же самого Бали, из Шри-Ланки, вот, по разным соображениям. То есть люди мигрируют, перемещаются, и здесь как бы комьюнити все время увеличивается, ширится. И, ну, сейчас составляет довольно внушительное сообщество со своими уже какими-то сервисами, со своей едой, со своими развлечениями, с активным туризмом, пассивным туризмом, с ПАК. То есть все это появилось буквально за последний год-полтора, может быть. Вот. А так здесь, да, здесь место известно скорее для англоязычной аудитории и других жителей Юго-Восточной Азии, да, в частности. Северо-Южно-Корейцы, которые сюда регулярно, по самым летом приезжают в отпуск в огромных количествах. И японцы, которые сюда в том числе активно вкладывают, инвестируют и так далее. А русские рестораны тут уже открыли наши? Да, уже есть два ресторана с названием, один с названием, это не для рекламы, они, ну, просто по факту. Один называется «Икра», другой «Винегрет». И находятся фактически там в 100 метрах друг от друга. Это далеко отсюда? Ну, метров 300-400, где-то так, не больше. Сейчас мы пойдем кофе попьем. Давайте. Давайте покажу, где мы первые 4 месяца прожили. Это буквально рядом с вами, практически через, что-то какая-то дымовуха, непонятно. Дымовуха, да. Трудно здесь открыть бизнес? В целом во Вьетнаме несложно открывать бизнес. Много людей открыли свои кофейни, свои рестораны, итальянские, французские. Агентства туристические, я смотрю, там у нас, в Натчанге у нас. Да, то есть город очень сильно развивается. И на него непосредственно сделали большую-большую ставку вьетнамское правительство. То есть вкладывают в него непрерывно с 2000 середины нулевых, когда здесь проходила международная выставка. И большинство новых каких-то инфраструктурных проектов, зданий и так далее, да, вот мостов, знаменитый мост с драконом огнедышащим и так далее. Мы посмотрим все это, да, за эти дни? Да, я думаю, да. Определенно. И с того момента, то есть был резкий скачок, много туристов стало приезжать, город развивался, но случился ковидный период. И все это, естественно, очень сильно ударило по развитию города. Это много было, когда мы приехали еще год назад, много стояло полузаброшенных, недостроенных отелей, зданий, каких-то кафе. Но за год, то есть я поражаюсь, на самом деле, насколько вот замечательное кафе очень... Но там есть кофе? Да, это именно кофейня. Да, мы туда, да, идем? Здесь, во-первых, очень красивое само пространство, приятное. Ну, просто красиво даже находиться, приятно. И неплохой местный кофе. Про кофе я расскажу отдельную историю, с этим связан непосредственно история Вьетнама. Ну, вообще, мне кажется, тут должны быть вложены во Вьетнам огромные инвестиции. Не похоже, что на свои деньги он так поднялся сильно. Да. Мне казалось, что здесь какая-то бедность, нищета. Я просто обалдела. Самое смешное, что большинству людей вообще в мире кажется, что Вьетнам – это какая-то бедная страна, которая только-только закончилась война, или до сих пор она в руина. Да, вот мне казалось, здесь у них партизаны и руины. Тем не менее, и что все продается, покупается примерно за доллар. У меня была такая даже шутка, типа, страна one dollar. Вот, но все, естественно, меняется, сам регион Юго-Восточной Азии очень сильно развивается, бурлит. То есть вы сами могли бы поездить в, казалось бы, в таких неочевидных странах, как Камбоджа, которые, может быть, меньше… Я меняю это, мне будет заглушать. Нет, нет, туристические. То есть все знают о Таиланде, все знают о Бали, даже не Индонезии, а Бали, и называют ее как отдельной страной. Хотя это остров, часть Индонезии. Но очень многие не знают, что есть такие замечательные страны, как Малайзия, одно из наших открытий вообще за эти несколько лет путешествия по Юго-Восточной Азии. Камбоджа, которая хранит в себе таинства средневековое цивилизация, да, то есть древние румынии и так далее, да. Ну и сама по себе страна. Давай для меня сольте. Довольно интересно. Может, коконат? Ну, давай, что-нибудь экстремальное. Коконат кофе. А, not black. Два сольта кофе и два сольта кофе, окей? Хорошо. Спасибо. И Вьетнам тоже один из таких столпов исторических, которые сложились здесь, в этом регионе. Спасибо. Дело в том, что весь 20-й век Вьетнам активно принимал в различных военных действиях, преимущественно в борьбе за свою независимость. В общем, я не буду всю эту ретроспективу историческую, я, в принципе, могу рассказать без проблем. Но, тем не менее, фактически последние войны у них закончились только к началу 90-х. И после этого страна осталась в руинах, была истощена экономически. И в 90-е, по сути, были здесь такими же, как на всем постсоветском пространстве. Ну, тяжело страна пережила. И только в начале нулевых страна взяла курс на развитие и торговлю со своими соседями, прежде всего, с Китаем, с которым они еще только 10 лет были в таких себе отношениях. Ну, не 10, а 20 лет назад, до этого. То есть, в 79-м году был конфликт вооруженный. Но, тем не менее, они начали с нулевых вкладывать в инфраструктуру, отстраивать заново, по сути, города, потому что Вьетнам был очень сильно разбомблен после всех этих разрушительных войн. Страна, в общем, тяжело все это переживала. И за счет туризма, за счет торговли, за счет экспорта, кофе, которые они, собственно, за 30-40 лет фактически сделали одним из главных своих экономических единиц. И переняв эту культуру у французов, да, то есть, может быть, вы уже видели такие багеты, которые вот, сэндвичи, которые различные начинки, да, это местная стрит-фуд-гордость, банни называется, очень рекомендую. Туда можно как ветш, так и нон-ветш. Вот, то есть, вот эти вот багеты, соответственно, французы. И привычка попить кофе тоже появилась, соответственно, от французов. Здесь, в Абьетнаме, выращивают в основном сорт робуста, который второй по популярности после арабики. И этот робуста, по сути, ну, как бы главный... Вы покажете нам самые популярные, чтобы я купила с собой кофе? Популярные – это кофе, который из какашек делает с этих енотинок. Ой, не могу. Через себя переступить. Он не самый популярный, я немножко вставлю ремарочку. Не самая популярная, но это один из самых дорогих видов кофе. Объясню, по крайней мере, почему именно так, такой процесс. Вот эти вот маленькие пушистые зверьки, которые питают в определенных частях Вьетнама, они любят только определенный сорт кофе. Они его употребляют в пищу, но он у них частично не... Тот, который не переваливается, он является наиболее лучшим. То есть они выбирают наиболее качественные, наиболее лучшие зерна. Они употребляют только арабику. И этот кофе, который выходит естественным образом из них, он является наиболее качественным и по своим вкусам. Фермертированный, что ли, получается? Как, почему, почему его так любят? А эти зверьки, они тут живут, да? Вьетнамские это зверьки? Да, да, да. Ага. Ну вот ты говоришь, на туризме они поднялись. Туризм же тоже не будет в неразвитое место. Значит, вначале надо было инфраструктуру вложиться как следует? Здесь я еще недостаточно хорошо знаю историю Вьетнама. Ну, что-то я знаю, но недостаточно хорошо. Но могу сказать, что сам Данан, центральная часть Вьетнама, начала бурный рост развития в период с 2015-го примерно года, когда они начали подготовку к международной выставке. Я не помню, чего она была приурочена, и это был крупный, крупный ивент. И к этому, да, то есть все правительство выделило деньги, и город сильно преобразился. То есть было построено много инфраструктурных объектов, новые мосты через реку, которую, собственно, разделяет город на две части. Мы находимся на другой части. Города на этом маленькая, то есть здесь всего три района, в которых сейчас мы находимся, которые при Приморске, возле моря. Большая часть города находится за рекой. И это другой уже колорит, он разительно будет отличаться от туристической части. А это туристическая? Да, да, да. Здесь живет постоянно много экспатов, таких как мы, в том числе и местные люди, которые работают, подрабатывают, у них есть свои бизнесы и так далее. То есть за счет чего, помимо туризма, то есть во Вьетнаме силен мелкий семейный бизнес. Практически в каждой семье, ну, в Маломайске, есть свой маленький бизнес, да, то есть они отстраивают эти дома узкие, вытянутые. Насчет этого тоже могу ставить небольшую ремарку, объяснить, почему они такой формы. Да, ага, почему? Исторически сложилось, что в Вьетнаме был введен налог на землю, да, то есть земля по факту дорогая под строительство. Поэтому вьетнамцы поступили гораздо хитрее. Они каждый плачок используют с умом. И строят не вширь, как вот мы привыкли, да, то есть там этаж, еще этаж, но дом широкий, квадратный, вытянутый и так далее. А в качестве, как в виде пенала, да, то есть они могут и три, и четыре этажа построить, да, то есть там на первом этаже, как правило, будет бизнес, да, то есть там какой-то магазинчик или кафешка, еще что-то, что угодно. Ага, шерму массаж, еще что-то. Остальные этажи будут живые, да, то есть, да, соответственно, на одном этаже. Одно, второе и так далее поколение, да, то есть на каждом своем этаже. Вот, и, соответственно, все праздники, не праздники, потому что поминки, то есть все справляется в одном помещении, в одном доме. Что касается, что ты еще хотела рассказать, значит, а, точно такая, точно такая же история, да, то есть связано, может быть, вы видели круглые лодки. Ну, это как бы тазик? Да, как бы тазик. Это тоже история про... Сейчас, секундочку, вы мне расскажите, что сие вот это вот, это что такое? Это кофе с кокосом. Я чувствую, что ледяное все. Это соленое. Да, это соленое, да. А, это соленое, да. А, это соленое? А, ты кокосовый с кокосом? Да. Ты кокосовый с кокосом? А, подожди, давай наоборот. Ммм, солененькое, вкусненькое. Я хотела коконат, наоборот. А ты пробуй мое. Да, это кофе специальный как раз. Это местный специалитет. Местный, да. Вот кофе с кокосом, соленый кофе, и еще есть кофе по-сайгонски. Сайгон кофе, кафе мой. Ага. И таким гугл-моголем, да, то есть. А, а. Тоже рекомендую. Есть еще авокадо кофе. Мне в комментариях написали, попробуйте с сырым желтком. Это что за кофе? Это кофе, нет, нет, это эко-кофе. А здесь, кстати, в Дананге его не так много в целом. Ага. Не ты, мама. Угу. Да, да, здесь кофейная культура очень сильно развита, гораздо больше, чем чайная. Мы сегодня... Одна из самых развитых кофейных культур вообще в Юго-Восточной Азии. Да? Мы сегодня пытались объяснить, что нам надо горячий кофе, когда приехали на автобусе, на вокзал. Они нас понять не могли, ели мы допросились. Это сбой системы. Угу. Да. То есть, у них, да, принят холодный кофе, холодные напитки. Прикольно, необычно, конечно. Но я думаю, что я скоро даже привыкну. Вначале мне не понравилось. Но много его не выпьешь. Он очень крепкий. И из-за того, что это чаще всего сорт робуста, он дает, ну, такой немножко трэмор. Я люблю в Вьетнам. Очень понравился. И просто танки. Да, да, да. Мы оба первый раз во Вьетнаме. Нам очень понравилось. Просто вау, я даже не ожидала. Боже, мы когда приехали, без ожиданий, на самом деле, сюда из Таиланда. Скорее даже у большинства людей, которые едут во Вьетнам, и они были еще до этого в Таиланде, или еще какие-то более развитые туристические страны, едут, как правило, с саниженными ожиданиями. И получают гораздо больше. Очень красиво. У ребят еще продаются, помимо этого, классные собственные сувенирные. Можно потом, да, сходить. Да, сейчас я сделаю потом обзорчик небольшой. Таиланде с вьетнамскими символическими т-ширками, что-то такое. Вы можете купить что-то, да. Я люблю, я люблю. Да, да. Я люблю дизайнер. Папа, я люблю дизайнер. Я люблю дизайнер. Ти-шот, да. Ти-шот тебе надо. Папа надо ти-шот. Ти-шот, бэкс, и все. Угу. Ошан? А, не ошан. А, си, не ошан, си. Сырки, тут 100 метров. Мы пойдем до кофе. После кофе мы покажем нашу... Орел. 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 Да, да. Я думаю, что ты станешь впечатленным. Орел. Впечатленным. много пожилых соотечественников видимо на пенсию как бы нормально тут жить что ли получается за сколько вы снимаете жилье за сколько можно снять жилье все разница на самом деле но можно снять так месяц будет очень тяжело в рубли переводить это вы мне поможете но я могу в долларах я просто быстрее в долларах все понимают как размал сюда однокомнатное жилье полностью оборудованы всем чем нужно для жизни стиральной машинкой интернет уборка как правило здесь включена в стоимость раз в неделю будет обходиться по 120-130 долларов соответственно мы снимаем двухкомнатные апартаменты они стоят у нас 400 долларов без счетов еще счета ну сейчас было жарко достаточно летом здесь очень жарко у нас выходило 100 с небольшим долларом но фактически за все про все месяц уходит 500 бассейн да еще очень много апартаментов которые включены бассейн а на сколько домов этот бассейн на нас только на на крыше несколько квартир на сумму квартиру на знали партнер 10 я думаю может быть 15 там обычно никогда никого не там и слабо им в одиночестве там можно барбекю жарить газ проблем для все на крыше на руфтоп потрясающе потрясающе как хорошо вообще в общем за небольшой прайс и небольшую цену местные туристические рынок месту может предложить достаточно много это касается первую очередь жилья и и всего остального здесь достаточно хороший интернет быстрый что важно для удаленщиков здесь город фактически далее точнее вот этот район меня которым проживает удаленщики здесь много колл-воркингов то есть место где можно сидеть хоть круглосуточно и работать в подконтеем с едой смузи напитками и вокруг этого целые комьюнити создаются по интересам они вместе уже дружат ездят за город путешествуют шеллен жилье лавну керев может делить жилье байк и так далее байк снять опять же на собственный байк я купил здесь можно купить байк 100 долларов сколько лет ему он старенький ломаете участок нет я люблю это полгода нет мой стрелок больше чем чем с чем соло около 150 долларов не новый под полгода прошло я покупал у русскоязычного русского партнер он наезжал и мне продал знакомый он до сих пор я только один раз менял масло ну то есть никаких положений мне так нравится это я зрителям говорю что ребята хорошо говорят по-английски у нас саши не скучает если я с машей общаюсь саша говорит саши и наоборот very very good they speak both very good english and you not boring потому что очень часто с русскими друзьями он скучает бедняжка если я болтаю но это специфика международной семьи я ему это я скучаю когда он с индусами здесь еще чем хорошо здесь нету перекосов ту или иную какую-то национальную сторону в том плане экспаты здесь со всего мира буквально то есть русскоязычная она подтянулась вот как я и говорил последний год полтора но помимо этого в равных пропорциях есть европейцы много австралийцев потому что им здесь относительно недалеко лететь доезжает пенсионного возраста с штата вчера ой позавчера гулял с парочку из канады я показывал и рассказывал где что здесь можно съездить что поделать и так далее кстати да я иногда уже начал в принципе у нас есть удаленный бизнес свой небольшой сменой но помимо этого здесь еще стараясь зарабатывать на месте деньги и иногда важны в частном порядке какие-то патриотические приключения вместе с фото с интересными местами из истории об этих местах что если что вот если что обращайтесь я оставлю под этим видео и закрепленном комментарии контакты александра вот очень многим нужен проводник ноги и особенно моего возраста и в принципе даже если говорят по-английски то тут местные не говорят по-английски очень много слабо но опять же молодежь здесь постепенно очень язык и все больше и больше говорит до 30 и ребята уже более-менее изъясняется по-английски в ресторанах для молодежь говорит постарше уже не очень хорошо потому что во-первых здесь больше акцент скорее на корейцев и японцев и местный обслуживающий персонал общепит и так далее да все-таки они больше знают корейский и японский и китайский язык и уж только после этого достаточно принципу английский но вообще вьетнамцы они не конфликтные дружелюбные как они вам кажется очень да очень нравится мне вьетнамцы если честно вот прямо они трудолюбивые они очень тихие они не будут лезть тебе в душу но здесь есть такая история да караоке они фанаты караоке и поэтому очень важно если вы выбираете отель или выбираете тем более жилье надолго обязательно смотреть чтобы не было вокруг караоке вот этих всяких баров потому что здесь есть риск что просто ну до утра не будешь спать это мы в хошимине поразились по всем улочкам таким местным гуляем везде дверей как будто бы нету открыто прямо в дом пространство или сидят по их поют караоке я потом слушала интервью с кем-то говорят нет дома без караоке в каждой квартире есть караоке like open book you can speak они не смущаются арка еще конечно них нет кондиционера есть дэй рассказывать как мы искали японский ресторан вчера и нам японец помогал найти полчаса с нами выгуливался искал такой такой прямо молодец ну что давай пока мальчики и заболтали сделаем маленький обзор здравствуйте так вот такое здесь дизайнерская всякая одежда большая на кучке ханой свечи да да это натуральная косметика и очень мне нравится да чашки такая моя слабость ну они такие минималистичные я бы сказала да у вас очень красивые все время фарфоровые да и вот можно здесь такой дать вот ага да нанг сколько футболочка стоит нету ну ладно так шопперы дальше идут у них цен нету да в общем-то я смотрю ну вот это вот смотри 320 да сумочка ну такое дизайнерская 320 так но это где-то 15 долларов да однако потому что у нас сколько ты конопляные шапочки стоят в да не я думаю как раз 200 и стоит мы покупали в анжуни я помню на маркете по-моему вот это видимо 100 да нет нет я думаю что это просто для squash mówi 900 900 сам ну я просто думал от единичка вот два нуля это может время до города 310 Наверное, это палки-вонялки, блокнотики, и вот это тоже инсис-конус написано. Ну, мило, очень мило, конечно. Да, да, да. И там всякие разные бутылочки-стаканчики. English breakfast 125. Вот такие расценочки. Не самое дешёвое место, но здесь платишь за дизайн скорее. Да, да. Пластик, прямо как настоящий. Я не удержалась, потрогала, мне говорят, чего вы всё лапаете. А это авокадо. Он настоящий или тоже пластик? Я думаю, это настоящий. Вот так они выращивают. В смысле, люди, которые выращивают авокадо, они косточку протыкают в четырёх сторон и над водичкой её вешают. Потом вырастает дерево. И прекрасные маки. Тоже, я думаю, искусственные. Пошли. Пошли. Необщу. Господа. Профиль. Профиль.